Театр Любите ли вы театр, так как люблю его я? Впрочем, здесь я немного покривил душою. Потому что театр, как таковой, я не очень люблю. Гораздо больше я люблю драматургию. То есть, тексты, пьес. А театр это уже производное. То, что делается на сцене, это вторичное. Ладно. Дело не в этом. Расскажу вам милую историю. 1936 год. Север Камчатки. Пенжинская культбаза. Заведующий культбазой по совместительству руководит драматическим кружком. И в этом самом кружке ставятся различные постановки. В том же самом 1936 году в Пенжино впервые попали артисты Камчатского театра. И обнаружили, что идущие на пенжинской сцене разбойники Шиллера и Егор Булычев и другие Горького никаким образом не имеют отношения к оригинальным пьесам. Выяснилось, что заведующий культбазой, и он же, как я уже сказал, руководитель драмкружка, написал эти пьесы самостоятельно, потому что кто-то когда-то пересказал ему содержание пьес. Почему так произошло? Потому что текстов пьес в Пенжине тогда, к 1936 году прошлого века, отродясь не было. И заведующий еще пригрозил, что если ему не привезут пьесы, то он самостоятельно напишет Ромео и Джульетту Шекспира. Вы спросите, откуда я это знаю? А знаю я это из старых публикаций. Пришла пора хвастаться. Я, по-моему, уже несколько раз говорил в своем уютном видеодневничке, что мы с женою работаем над сборником мельпомена в краю вулканов, в который войдут выбранные газетные публикации, повествующие о театральной жизни Камчатки в 20 веке. И так свершилось, мы строили, строили и, наконец, построили. Это точно. Первая книга сборника «Мельпомена в краю вулканов» отправилась в печать. В нее вошли выбранные публикации с 1916 по 1945 год включительно. Вот передо мною прототип этой самой книги. Книга будет довольно толстая, 536 страниц, и выпущена она будет в свет благодаря попечению Камчатского отделения Союза театральных деятелей России. И не могу не сказать доброе слово, не могу не сказать слова благодарности ответственному за этот прожект председателю Камчатского отделения Союза театральных деятелей Алёше Выстарапцу. Название сразу понравилось. И упомяну, опять-таки, добрым словом тех людей, благодаря которым эта книга выходит в свет. Она, кстати, уже печатается, и к первому июня обещают, что тираж будет уже лежать. Готовы у нас на столах. Итак, перечисляю наших меценатов. Это законодательное собрание Камчатского края и лично депутаты Андрей Копылов, Владимир Агеев, Анатолий Керносенко, Дмитрий Коростелёв. Это рыбодовывающая компания «Океан Рыбфлот» и лично её генеральный директор Евгений Новоселов. Это торгово-промышленная палата Камчатского края. Ну и помогло нам немного Министерство культуры Камчатского края. Очень трудно, конечно, совместить всё это. Ждите книгу «Мельпомена в краю вулканов. Театральная жизнь Камчатки в 20 веке». Первый выпуск, как я уже сказал, с 16 по 45 год прошлого века, но ещё будут два выпуска. Если всё благополучно сложится, то в следующем году, в 2023 году, выйдет очередной выпуск, а в 2024 году третья книга сборника. Но это не точно. Кстати, наверное, надо рассказать что-нибудь интересное. Наверное, я расскажу о том, как в Камчатском театре ставили пьесу Виктора Гусева «Дружба». Виктор Гусев очень интересный и сейчас забытый драматург. Его пьесы были написаны в стихах, и он был первым, кто привнёс в драматургию лёгкий, разговорный, простой язык, уведя стихотворную русскую драматургию от классического ямба, к которому мы привыкли, ну, скажем, по Грибоедову. Итак, в Камчатском театре ставят пьесу Гусева «Дружба», спектакль не могут начать, Капельдинер, Капельдинер бегает по рядам и спрашивает, «Товарищи, у кого есть фуражка?» «Товарищи, у кого есть фуражка?» «Товарищи, у кого есть фуражка?» «Нам нужна фуражка для антуража». Фуражка нашлась. Первый акт прошёл без сучка и задуринки. Антракт. В положенное время антракт не заканчивается, он тянется долго. Капельдинер опять бегает по рядам. «Товарищи, у кого есть кобура?» С кобурой гораздо сложнее. Но, в конце концов, у кого-то из пограничников, пришедших в театр с оружием, удалось удолжить кобуру и спектакль доведён до конца. Кстати, о Викторе Гусеве. Вот стихи вы точно любите, потому что я их люблю и время от времени читаю вам эти самые стихи. Виктор Гусев о театре. Сейчас я вам немножко прочитаю из его стихотворения «Герои едут в колхоз». Гуляет на полках задумчивый храп, багажные воры ползут, три спекулянта бастон и драк дрожа истинная везут, мечтает в тамбуре проводник о жизни без станции верст, и точное, как рецепт, над ним летит расписание звёзд. Но в третьем вагоне у полки второй вспотев застывает вор. Два типа заводят ночную порой, на полке второй разговор. И первый тип заявляет, нет, я ещё не устал от трудов, хотя и изъездил в семнадцать лет сто семьдесят городов, хотя я сыграл восемьсот ролей, какое скопление лиц. Из них сто восемьдесят королей, сто двенадцать убийц, триумфы были, восторги были, история знает моменты, когда в овацию переходили бешеные аплодисменты, халтуры были, провалы были, история помнит моменты, когда в аварию переходили взбешённые аплодисменты, когда на щёки кассира видением ложились лиловые пятна, и публика в кассу ломилась, и деньги требовала обратно. Актёрская жизнь, за вокзалом вокзал, вокзалов не счесть на свете. Островский глядел, глядел и сказал, вы актёры, ваше место в буфете. Да, это правда, это правда. А Гусев я вспомнил, потому что говорил о постановке его пьесы «Дружба». Это, кстати, вы можете тоже прочитать, сможете прочитать после июня в сборнике, мельпомена в краю вулканов, в первой книге сборника. А я пока расскажу ещё пару милых историй. В сороковом году века минувшего на Камчатке затеяли ставить первую в истории Камчатки, первую на камчатской сцене оперу «Запорожец за Дунаем». Внезапно выяснилось, что на Камчатке отсутствует либретто этой оперы. Начали писать в разные места, в большие города, в Киев, в Одессу, в другие города, в оперные театры, и отовсюду приходили ответы. Извините, выслать либретто нету никакой возможности. И в конце концов, либретто, опера «Запорожец за Дунаем» было найдено. Как вы думаете, где? В частных руках. У печника морского порта. Бурные продолжительные аплодисменты. Либретто, оперы у печника морского порта. Впрочем, мы не знаем, может быть, в мирное время этот печник был солистом императорских театров. А потом, когда краснобандиты пришли к власти, ему пришлось отсиживаться заради сохранения своей жизни в морском порту далекой Камчатки. Да, и еще. Кто из вас знает, что нонешним Камчатской Ордена Дружбы Народов Театр Драмы и Комедии несколько лет носил имя Горького? Наверное, никто не знает, а это так. В сороковом году имя Отто Шмидта было снято с названия театра и вплоть до сорок второго года театр носил название Камчатский драматический театр имени Алексея Максимовича Горького. И так в июне ищите книгу Мельпоменов Краю Вулканов рассказывающую о театральной жизни нашего полуострова с с 1916 по 1945 год. И теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать что-нибудь о моей деятельности, о моей жизни, а я давно не появлялся на уютном ютубчике со своими видеодневничками, ежели не нравится, ставьте дизлайки, от меня не убудет. Пишите ваши комментарии, вот там, вон внизу, может быть, я на них отвечу. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой и в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые ролики, на моем канале. До свидания!